В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Из глубины веков до наших дней историю Выборга продолжают изучать и опытные историки, и будущие экскурсоводы. Родные души. Как многодетная семья сплотилась в заботе о маленьком человеке? Смотрите новый выпуск проекта «У самовара». Что такое счастье? На этот вопрос отвечают жители и гости нашего города. Родные героев на особом счету. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с семьями участников СВО. Глава региона подчеркнул, что эта помощь должна быть лишена административных барьеров и бюрократизма. И рассказал об одной из новых мер соцподдержки. Это стопроцентная компенсация стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. По поручению президента Александр Дрозденко вручил семьям погибших героев награды «Ордена мужества». Губернатор отметил, что важно увековечивать память земляков, устанавливать мемориальные таблички там, где они учились или работали, и сдавать книги о них. Жители Ленинградской области выбирают новые объекты для благоустройства. В первые три дня всероссийского голосования в нем приняло участие более 80 тысяч человек. Программа нацпроекта «Жилье и городская среда» создана по решению президента России. Ежегодно на голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств в регионе. В этом году их 29. Люди сами смогут решить, как сделать территорию, где они проживают, комфортнее и красивее. Принять участие в голосовании может любой житель Ленобласти старше 14 лет. Сделать это можно до 30 апреля на сайте проекта или через платформу госуслуги. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году. Умные тонометры сообщат врачу о том, что пациенту требуется срочная помощь или корректировка лечения. В Выборгской межрайонной больнице на базе городской поликлиники продолжается реализация цифрового проекта по оказанию помощи гипертоникам. Как проводится дистанционный мониторинг пациентов с повышенным артериальным давлением, выясняла Вероника Когут. Искусственный интеллект помогает выборщицам следить за здоровьем. В проекте дистанционного мониторинга пациентов с повышенным артериальным давлением в Выборгском районе сегодня участвуют более 2000 пациентов. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или сахарным диабетом. К программе можно подключиться со своим тонометром или получить бесплатно прибор в поликлинике. В нашей программе могут принять пациенты участие те, у которых есть мобильный телефон. Если это телефон кнопочный старого образца, пациенту будет звонить робот, который будет задавать вопросы. Пациент пользуется своим прибором и точности также данные у нас получатся на нашу программу. Если у пациента есть смартфон любой марки, есть достаточно работающий интернет, доступ к интернету, пациент скачивает программу, наш доктор подключает программу, и тогда данные будут передаваться автоматически. Участники программы дважды в день измеряют давление. За колебаниями их самочувствия следят врачи. В случае, когда показатели превышают норму, с пациентом свяжутся специалисты колл-центра. Пригласят на прием или пришлют медика на дом. А если ситуация требует экстренной помощи, вызовут скорую. У меня очень часто повышается давление. Я считаю, что это очень удобно, потому что мне подключили дистанционный монитор. Данные моего давления передаются сразу же доктору. Доктор видит, оценивает результаты. Он может мне позвонить, со мной связаться, что-то порекомендовать. Для меня это очень удобно для того, чтобы экономить время, часто не посещать доктора и сразу знать, что и как мне предпринять. К программе подключены фельдшеры амбулаторий и ФАПов, терапевты и узкие специалисты. Дистанционное наблюдение за артериальным давлением помогает, к примеру, кардиологам оперативно вносить коррективы в лечебный процесс. Это нам, врачам, необходимо, чтобы узнали, какие цифры именно давления у пациентов. Нам более информативно видна терапия, правильно подорвана или нет. Правильно корректировать таблетки. В какое время и на какую дозировку нам правильно подобрать именно пациентам дозировок таблетки, чтобы в дальнейшем осложнение от гипертонической болезни не перевело к грозным еще осложнениям. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – один из приоритетов региональной системы здравоохранения. Сегодня эти недуги поражают не только людей старшего возраста. Это у нас от 40, есть и 30 с небольшим лет, потому что пациенты испытывают стресс. У них нервная работа, либо отягощенная наследственность. А подключиться желательно и нужно, я считаю, еще до того, как заболевание стало развиваться и проявило тяжелую форму. Наша программа позволяет провести профилактические мероприятия и вовремя заметить те изменения, которые потребуют вмешательства уже врача и лечебных препаратов. Принять участие в программе может любой желающий. Подключают даже тех пациентов, которые не приписаны к городской поликлинике по полису ОМС, но имеют показания. Достаточно обратиться к любому медику по месту жительства или непосредственно в регистратуру. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Родители будущих первоклассников сядут за парты. Произойдет это в день открытых дверей. 23 марта все школы и образовательные центры Выборгского района ждут в гости мам и пап. Учителя познакомят их с условиями обучения в начальной школе и расскажут, как подать заявление о приеме в первый класс. В Ленобласти это можно сделать, начиная с 1 апреля через портал Госуслуг, в МФЦ или непосредственно в учебном заведении. День открытых дверей начнется в большинстве образовательных учреждений в 11 часов. В гимназии номер 11, школах номер 10 и 12 – в 12 часов. О культурном наследии Выборга говорили в библиотеке «Алта». Здесь прошел краеведческий семинар на тему «Выборг. От основания до наших дней. Культурно-религиозный аспект и русская история». О том, какие вопросы обсуждались на встрече, расскажем прямо сейчас. Как сохранить историю нашего города? Этим вопросом задавались участники семинара в библиотеке «Алта». Представители Выборгской епархии и местной администрации обсуждали тему культурно-религиозных аспектов Выборга. Встреча прошла по благословению епископа Выборгского и Приозерского Варнавы. Ранее подобные семинары не проводились, поэтому идею такого сотрудничества с радостью поддержали. Мы прекрасно понимаем, что город мультикультурный, и у нас достаточно была сложная история. Ну и, безусловно, давая информацию о городе нашим гостям, которые приезжают многочисленные в наш город, нужно давать с разных ракурсов, с разных аспектов историю города. Среди докладчиков на семинаре – публицисты и историки. Так Светлана Кудряшова, гид-переводчик, рассказала о том, почему наш город назван Выборгом. Те, кто не смог присутствовать лично, участвовали онлайн. Как, например, Баир Иренчеев, директор областного музейного комплекса «Дорога жизни». Он затронул тему расцвета Выборга в составе Российской империи. Слово дали и молодежи. Для студентов ЛГУ имени Пушкина это был полезный опыт, поскольку в будущем они планируют связать свою жизнь со сферой туризма. Так Юлия Кожухова поделилась рассказом о русских купцах-благотворителях Выборге. Всех докладчиков объединяла одна цель – напомнить о том, что отечественная история нашего города очень богата, и ее нельзя забывать. Ведь еще до шведов на Выборгской земле проживали карелы. Нельзя забывать о том, что мы здесь не пришлые люди, мы здесь не оккупанты, здесь жили наши предшественники, как мы их называем, исторические предки. И, в принципе, это и обусловило, наверное, ментальность того Выборга, который мы сегодня знаем. По окончании семинара гиды-экскурсоводы получили от Выборгской епархии культурно-религиозный справочник «Миссия экскурсовода». Полина Сорокина, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Семья, любимая работа, ожидание отпуска и даже просто улыбки окружающих. Сегодня во всем мире отмечают День счастья. Памятная дата появилась в календаре неофициальных праздников не просто так, а для того, чтобы напомнить обществу. Стремление к счастью – это неотъемлемое желание каждого человека. Жители и гости Выборга поделились с нашими корреспондентами своими рецептами счастья. Меня делает счастливым радость завтрашнего дня. Блиность весны говорит о том, что зиму пережили. И отпуск, хождение в шортах, купание, семейные праздники, совместные шашлыки. Вот меня это делает счастливым. Меня делает счастливым мое хобби, моя любимая. И то, что все в моей семье здоровые. Мне нравится приезжать в такие города, как Выборг. Мы сами из Петербурга вот только что приехали. Ходить, смотреть на эту красивую архитектуру. Новые места, да. Я считаю, что такие города правильно и нужно называть народным достоянием. Меня счастливым делает работа. Потому что работа – это единственное, что заставляет меня просыпаться по утрам и вставать с кровати. Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, это необычно. Ну, как бы, есть чем похвастаться перед друзьями. У всех там, я работаю бухгалтером, я там работаю на заводе, а я хожу в красивом костюме, и меня узнают очень часто. Как бы популярность, да и просто весело. Вот, это делает меня счастливым. Ну, и, естественно, семья, ради которой все это делается. Когда ты идешь по красивому городу, такому, как Выборгу, у тебя выходной, рядом у тебя близкие, родные люди. Вот это моя деда, которая приехала издалека. И поэтому мы счастливы находиться сегодня в Выборге. Вот, самое главное счастье – семья. Да, наше счастье, вот оно. Уже почти годик. Очень внимательно смотрят. Улыбающиеся счастливые люди, наполненные жизнью, которые всегда улыбаются, всегда несут радость, позитив другим людям. Вот это меня делает счастливым. Счастливым делает уже само осознание того, что я сам себе создаю счастье. И как только ты это понимаешь, счастье приходит как будто само собой. Ты уже становишься счастливым. Это зависит от самого тебя. Поздравьте близких, совершайте добрые поступки, подарите тепло души тому, кто в этом нуждается. И счастья в мире станет больше. Два раза в месяц наша съемочная группа ходит в гости. Новый проект у самовара мы посвятили Году Семьи, объявленному в Российской Федерации. В нашем третьем выпуске расскажем о том, как чужой ребенок становится родным, как уживаются вместе большие и маленькие мужчины, и как со всем этим справляется мама и жена. Со своим самоваром мы побывали в гостях у семьи Жибровых. Тук-тук, хозяева, вы дома? Это мой пузатый напарник, и сегодня мы будем пить чай у самовара. Олесь, признаюсь честно, я ехала к вам домой с большим интересом. Я узнала, что вы многодетная мама, у вас трое взрослых, практически, сыновей, и вот у вас появился еще один четвертый сын. Да, вы с ним знакомы не с его рождения. Расскажите историю появления в вашей семье вашего четвертого сына. Андрюшка с нами с августа прошлого года, то есть седьмой месяц он находится в нашей семье. Вообще наша семья большая. У нас старший сын, ему уже 19 лет, он учится в университете в Санкт-Петербурге. Среднему сыну Владу сейчас 16, Никите младшему 10. И, собственно, мысль о том, чтобы появился в нашей семье еще один ребенок, она у нас была очень-очень давно, с самого начала нашей семьи практически. Когда только Ярослав один у нас был, и мы так периодически возвращались к ней, отодвигали, возвращались, отодвигали, и вот год назад уже решили, что да, готовы. Естественно, мне нужно принципиально было согласие всех членов моей семьи. Ребенка мы берем в семью, и нужно было, чтобы все члены семьи были согласны, и чтобы все его ждали с радостью, потому что только в радости, только в любви можно воспитать счастливого человека. Вот сейчас такой период в его жизни, что он остался без мамы, без попечения маминого, без маминой любви. И моя задача – не заменить ему маму, а сделать так, чтобы он жил в семье. Честно говоря, если бы я вас встретила где-нибудь на улице, я бы совершенно точно думала бы, что это ваш ребенок, потому что вот, глядя на ваших родных сыновей, я вижу, что вы как будто из одного гнезда. Это просто чистая случайность. Олеся, от прошлых героев нашей программы «У самовара» мы привезли для вас подарок. Вот это прекрасное блюдо для семейного пирога или для торта вам передали члены семьи Кучмай. Самыми лучшими пожеланиями любви, счастья и семейного благополучия. Спасибо большое. Мы любим тортики, я люблю печь торты, и я думаю, оно нам обязательно-обязательно пригодится. Расскажите, видели ли вы в прошлом себя многодетной мамой? Да, всегда видела. Всегда видела, всегда хотела. Она сразу заявила, что хочет много детей. Музыка в нашем доме была всегда, и, надеюсь, будет дальше, благодаря нашим детям. От нашей семьи хотим подарить следующим участникам передачи это блюдо, как символ любви, взаимопонимания, теплых семейных вечеров и общения, и мудрости. Хочу подарить следующей семье сердечко, которое связало своими руками. А вот это сердце своими руками связала Серафима Кучмай. Специально для вас. Класс. Денис, скажите, вы всегда мечтали быть многодетным отцом? Или не думали о таком? Я не думал. Скажите, трудно ли воспитывать четверых детей, да еще и всех парней? Нет, не трудно. У нас в семье всегда одни мальчики были, поэтому такой коллектив всегда мужской. Не знаю, не трудно, нормально. Чему вы учите своих сыновей? Что вы пытаетесь в первую очередь вложить в них, чтобы они выросли хорошими людьми? Ничему их тут учить? Учить жизни надо. Все. Не знаю, взаимопомощи. Это, не знаю, любви в семье, чтобы все было. Ну, больше, наверное, свой пример, как-то у нас всегда идет. Никаких таких, чтобы прям прописанных истин каких-то там по букваре такого нет. В чем мальчишки вам помогают в стройке, да, наверное? Пытаются, конечно, да. Хотят, не хотят. Ну, пойдемте, будем что-нибудь там лепить, строить. Потолки помогали обшивать, стены, то есть все, что дом делали, все делали, красили, мазали, все. Папа у нас абсолютно знает все, чем живут мальчишки. Он всегда их везде возит, он всегда задействован во всех их мероприятиях, несмотря на то, что он работает, у него большая занятость, но это все его. Вот сегодня у вас появился такой вот товарищ Андрюха. Товарищ Андрей. Как вы с ним? Как вы с ним? Уживаете себя, скажите? Хорошо, в принципе, почему. Так он парень неплохой. Пока он, как-то, не знаю, пока какой-то сырой человечек. Все такое, необработанный. Дит, расскажи, в каком классе ты учишься, и чем ты вообще интересуешься, помимо учебы? Ну, мне 10 лет, я учусь в четвертом классе. Сейчас, ну, больше я хожу на ориентирование, и мне нравится лепить из глины и делать из палочек отмороженного и из клея, всякие штучки. А помнишь момент, когда в вашей семье появился Андрей? Помнишь свои чувства тогда? Да. Скажи, что ты испытал, когда увидел его первый раз? Заходим в дом, да, и там стоит маленькая кроватка, мама сидит. Ну, я захожу и смотрю, а тут Андрей развалился. Спит. Он был милый слишком. Слишком, он и сейчас милый, да? Ну, в общем, вы с ним подружились? Да. Не воюете? Иногда. Он мне мешает иногда уроки делать. Вчера, когда мы чистили снег, он вчера тоже мешал. Мешал снег чистить? Вы бы ему лопату дали. Дали. А он? Мешал. Кидай, кидай. Влад, расскажи о своих увлечениях. Ты учишься в школе или уже закончил? Сейчас я учусь в 10 классе по увлечениям. Раньше все было насыщеннее. Я занимался и футболом, и был период, когда я занимался лыжами со старшим братом. Но по некоторым причинам спорт бросил. Сейчас занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Бастион» в нашем городе и учусь играть на гитаре. Женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Плотая в воздух, растут из призняков, запахом бензина и дорогих духов. Влад, расскажи, как ты отнесся вообще к идее своей мамы, что в вашей семье должен появиться еще один ребенок? Тут уже смысл о чем-то говорить. Тут нужно вот помогать и Андрея уже брать, можно сказать, свое крыло, чтобы показывать и пример, и тоже оказывать свою помощь в воспитании. Есть всякие пакости. Вот вчера я пришел домой из города и обнаружил, что у меня в гитаре лежит монетка, которую надо было доставать. И вот такое вот бывает, да, ну что поделать, маленький ребенок. Я вижу только в этом основную задачу воспитания и семьи. Это любовь. Вот. Любовь и принятие. Любовь и принятие такими, какими они есть. Вот не переделывать. Это всегда было про то, к чему у них лежит душа. Ярослав, если у него горели глаза заниматься лыжами, он занимался лыжами. Мы делали максимум для того, чтобы он имел эту возможность. Владюха занимался футболом, и мы ему помогали в этом. Когда он сказал, что, мам, я все, как бы нам горько не было, это хорошо, это твой выбор. Никита в свои 10 лет перепробовал уже очень много. Он и занимался и танцами, и единоборствами, и лыжами. И нигде ему не нравится. И но мы не унываем. Мы продолжаем искать и надеяться. Вот сейчас спортивное ориентирование. Они очень такие у меня ласковые все. Они очень добрые, они очень справедливые. На самом деле, нам действительно повезло, что они очень мудрые. Но я думаю, что здесь и наши заслуги с папой тоже есть, потому что мы никогда их не пытались к чему-то принудить, заставить. И все, что они делают, это всегда вопрос выбора. И они знают, что они несут ответственность за свой выбор. Мне очень важно, чтобы они удовольствие получали. Чтобы я видела вот эти горящие глаза. Чтобы они с интересом жили. И когда тебе интересно, то каждый день проходит не зря. У нашей программы есть маленький символ. Самовар как символ любви и семейного счастья. Я могу вам сказать, что я просто в восхищении от таких родителей, как вы. На вас нужно равняться. Вот дарим вам с наилучшими пожеланиями. Спасибо. Для следующих героев программы «У самовара» от нашей семьи мы хотим подарить вот такой домик. Он наполнен сладостями для того, чтобы в вашем доме всегда было весело, уютно, сладко. И было с чем посидеть у самовара за семейным столом. На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток. На сайте выборг.тв и в группах выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»